Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Сохранить все уникальные артефакты и наполнить культурное пространство оригинальными идеями. Легендарный дом Кубсамоштакова отреставрируют полностью к концу этого года. Индивидуальный подход в Ленинском районе Самары прошла встреча с родственниками мобилизованных граждан. Какие проблемы помогают решать? Тепло в каждый дом в Самаре все соцобъекты и многоквартирные дома подключили к отоплению. Но горячая линия продолжает работать. В Самарско-Ульяновско-Аренбургско и других соседних областях вводится режим базовой готовности. Соответствующий указ опубликован на сайте президента России Владимира Путина. Руководители указанных регионов должны будут усилить контроль за общественным порядком. Помимо прочего, документам предусматривается введение на территории этих областей особого режима ряда объектов. Это касается предприятий, которые отвечают за обеспечение работы транспорта, коммуникации и связи, энергетики, а также объектов, опасных для жизни, здоровья и окружающей среды. Перечень соответствующих мер должно сформировать руководство регионов с поправкой на текущую ситуацию и возможные риски. Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Его функции будут переданы Министерству экономического развития. Решение принято в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных ведомств, говорится в указе. Министерству экономического развития перешли такие функции рост туризма, как реализация государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, осуществление контроля над аккредитованными организациями, а также правоприменительные функции в сфере туризма. Президент обязал правительство Российской Федерации провести ликвидационные процедуры и обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических вопросов. Один из символов нашего города – легендарный дом купца Маштакова на улице Самарской отреставрирует полностью к концу этого года. Строители стараются сохранить все оригинальные элементы – дверные и оконные проемы, наличники, старые железные печи. Работы по обновлению объекта культурного наследия выполнены более чем на 70%. Как идет реставрация, здание проверили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина – самарский архитектор Дмитрий Храмов. Какой будет подлинная атмосфера купеческого особняка и в чем его уникальность узнала Ольга Павлова. Самарский памятник деревянного зодчества дом купца Маштакова готовится обрести новую жизнь. Строители уже отреставрировали окна, основательно поработали над лепниной крышей и фасадами. Печи 19 века, которые создадут уникальный интерьер эпохи для нового культурного пространства, сохранили практически в первозданном виде. По мнению научного руководителя, московского архитектора Андрея Баде, цель реставрации – выявить все уникальные артефакты. К примеру, на втором этаже здания будет довольно большое окно, через которое посетители чердачные стропила. При его реставрации специалисты попытались собрать все детали, которые были задействованы при первоначальном строительстве особняка. Тот вид чердака, который раскрывается, он частично восстановлен, частично воссоздан. Но для того, чтобы нагрузки от снега, влияние от погодных условий, от ветра, от дождя, от зноя, чтобы от этого влияния старой конструкции были защищены, было принято решение уже такую конструктивную кровлю восстановить. В Думе Мыштакова обустроят галерею «Заварка». По проекту на втором этаже здания планируют организовать многофункциональное экспозиционное пространство с выставкой уникальной коллекции работы архитектора Вагана Каркариана. А на первом откроется арт «Купеческое чайное», где будут завариваться новые творческие идеи. Здесь возникло, и мы развиваем ее там и в интерьере, соединяя ее, эту идею, но уже через современные такие интерпретации, когда появится вот на потолке такая волна из чаинок, такие золотистые светильники. Это именно просто гостеприимная гостиная, это креативное пространство, это должно быть все интересно, необычно, и по сути даже та чайная тема, она здесь раскрыта очень тривиально. Реставрацию одного из символов города, деревянного дома купца Мыштакова, начали на средство президентского гранта в 2021 году. Здание было построено в начале 20 века в стиле эклектика с декоративными башенками. Строители постарались сохранить все оригинальные элементы – дверные и оконные проемы, наличники, чтобы будущие посетители почувствовали подлинную атмосферу купеческого особняка. Однако для 100% смысловой и творческой наполненности зданию необходимо как можно больше хороших креативных идей, отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Их могут подавать и корректировать все неравнодушные жители региона и города. У нас, конечно, решается главная задача, и это основное. Мы сохраняем уникальное здание, которое я лично помню с детства. Конечно, главную задачу мы решим, мы сохраним здание, но мы же не можем ограничивать себе одной задачей. Мы создаем новое пространство. Важно, чтобы они жили, чтобы здесь жизнь была, чтобы здесь наполненность была. Коллеги, сделайте мне так, чтобы здесь жизнь кипела. После того, как завершатся все реставрационные работы и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры передаст здание муниципалитету, особняк Маштакова будет считаться филиалом музея имени Ильдара Рязанова, отметила глава города Елена Лапушкина. Открыть новое культурное пространство обновленный дом Маштакова планируют уже к концу этого года. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре прошло выездное заседание общественной палаты. Его провели на месте строительства станции метро «Театральная». Как подготовительные работы оценили общественники, расскажем в следующем сюжете. На стройплощадке, где в будущем появится новая станция метро «Театральная», встретились представители общественной палаты Самарской области и Минстроя, чтобы проверить, как идут работы. Здесь идет подготовительный этап, здесь идет перенос сетей. Это самое главное для того, чтобы в будущем начались работы по строительству самой же станции. Мы сегодня убедились, что работы идут, работа выполняется качественно. Около сотни рабочих трудятся над выносом сетей на улице Галактионовской, Междувилоновской и Красноармейской и в двух прилегающих скверах. На тех участках, где рядом нет жилых домов, работают круглосуточно. При этом стараются в ночное время приостанавливать все шумные работы. Здесь, в историческом центре, выполняется переустройство всех коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрических кабельных линий и других сетей. В результате передислокации обновленные коммуникации не будут мешать непосредственно строительству метро там, где в будущем будет станционный комплекс. Минимизация неудобств для жителей уделяется повышенное внимание. Жилые дома, Самарский академический театр, опера и балеты и другие здания продолжают получать бытовые услуги и коммунальные ресурсы. Все системы функционируют. По словам представителей Минстроя, любые возникающие вопросы решают в оперативном порядке. Производственные совещания организуются ежедневно. Контроль непрерывный. У нас также продолжается работа по переустройству сетей, по перекладке водопроводной линии, канализационной, кабельных линий и теплотрассы. Работы, можно сказать, перешли экватор, половину, если брать общий процент выполняемости. Для электрических сетей уже проложены все защитные футляры, которые повысят износостойкость, и теперь рабочие заводят в них кабели для дальнейшего переподключения. С обновлением теплотрассы, теплосети, театр оперы и балета специалисты справились более чем на две трети. Трубы уже проложены, рабочим осталось перекрыть их лотками, обеспечить гидроизоляцию, сделать врезку и запустить линию. Некоторые мероприятия выходят на заключительный этап, а канализация уже переустроена. Также специалисты пояснили, прокладывать трубу через улицу Красноармейскую намерены одним из закрытых способов, а именно методом продавливания. Специальная установка, расположенная в рабочей камере, давит на землю и тащит за собой трубу. Такой метод был избран для того, чтобы избежать перекрытия движения и, опять же, минимизировать неудобства. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций рассчитывают выполнить в конце ноября, однако часть подготовительных работ продолжится и в декабре. Соблюдение условий проектной документации, норм и требований ГОСТа обеспечивается неукоснительно. Региональный заказчик и администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются минимизировать временные неудобства для горожан и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. Ведь в будущем ввод в эксплуатацию новой станции метро значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города, в том числе повысит транспортную доступность музеев, театров, социокультурных площадок, до которых с одного конца города на другой можно будет добраться за 20-25 минут. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Василий Колдашов. События. В Самаре все многоквартирные дома и соцобъекты подключили к теплу. В этом году отопительный сезон начался раньше обычного. Городские власти не стали дожидаться, когда столбик термометра установится на отметке 8 градусов. В первую очередь к подаче тепла приступили в социально значимых объектах, в частности в зданиях с круглосуточным пребыванием людей. В больницах, домах престарелых, детских домах. Затем спустя неделю с начала отопительного сезона в Самаре стали обеспечивать теплом многоквартирные дома, а их в городе более 10 тысяч. Как отмечают в департаменте городского хозяйства, в связи с ранним подключением к теплу на горячую линию в этом году поступает в разы меньше обращений от жителей. По словам специалистов, практика подключения зданий к отоплению, не дожидаясь температурных показателей, вполне успешна. Процесс происходит намного более организованно и своевременно. О том, что в этом сезоне ситуация гораздо лучше, рассказывают и сами самарцы. В прошлом году было отопление подключено у нас очень поздно, в связи с тем, что строился детский сад у нас. Поэтому нашим жителям нашего дома и вообще Октябрьского района, я так понимаю, что было некомфортно, прохладно было в квартирах. В этом году у нас подключили отопление, так сказать, можно рано. Число 7 октября. Сейчас в квартирах очень комфортно, тепло, уютно. Спасибо огромное. Напомним, подключением домов к теплу занимается теплоснабжающая организация. При этом важна работа и управляющих компаний. Объединения должны приложить усилия и держать на контроле все процессы, необходимые для подачи тепла в дома. В случае бездействия нужно обращаться в управляющую компанию. При этом горячая линия в профильном департаменте продолжает работу. В случае возникновения вопросов самарцы могут обращаться по номеру 266-5454. В Самаре прошел семинар по охране труда, организованный администрацией областного центра. В преддверии зимы на встрече рассказывали, как предотвратить несчастные случаи во время работ по расчистке кровель от снега и наледи. Подробности у Светланы Тимофеевой. В зале одного из выставочных центров Самары практически нет свободных мест. Представители более 150 управляющих компаний ТСЖ, ЖСК, а также социальных объектов и детских образовательных учреждений собрались на семинар по охране труда. Слушателям рассказывали, как избежать нарушений и не допускать на производстве несчастных случаев. Как правило, бывает отступление от каких-то рамок, да, взволенных, так сказать, служебными обязанностями, но мы стараемся это контролировать. И для того, чтобы вовремя реагировать, надо знать как можно больше, в том числе и правил работы на высоте. До наступления зимы осталось совсем немного времени, а значит, на коммунальные службы лягут обязанности по расчистке кровель от снега и наледи. Именно соблюдению правил безопасности во время таких работ был посвящен сегодняшний семинар, организованный администрацией Самары. В этом году законодательная база в области труда претерпела значительные изменения. Коснулись они и правил по работе на высоте. При проведении работ по очистке кровель от снега и наледи все работники должны быть обязательно в порядке обучены. Не только по охране труда, но и по работам на высоте. Они в обязательном порядке должны проходить периодический медицинский осмотр для того, чтобы убедиться, что им не станет плохо на крыше, что тоже может привести к значительному риску получения травмы. Также работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. В настоящее время к ним применяются серьезные требования со стороны государственных контрольных органов. Для того, чтобы обеспечить безопасность при работе на высоте, расчистке крыш, наледи, снега, необходимо использовать каску, как мы уже знаем и сказали. Необходимо использовать защитный сигнальный жилет. Если человек, сотрудник хочет еще и какую-то тепловую защиту себя обеспечить, то это, естественно, сигнальный утепленный костюм. Это должны быть стропы, анкерные точки, анкерные столбики, устанавливающиеся на крыше. Это должны быть привязи. По данным отдела охраны труда администрации областного центра, в прошлом году при расчистке кровель от снега и наледи не было зафиксировано ни одного несчастного случая с тяжелыми последствиями. Немаловажную роль в этом сыграли подобные семинары, которые проводятся регулярно. Также организуются и выездные встречи на базе районных администраций. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Семьи не останутся без поддержки. Глава Ленинского района Самары пообщалась с родственниками мобилизованных граждан. Встреча прошла в здании местной администрации. На нее пришли жены, дети и близкие мобилизованных военнослужащих. Подробности в нашем сюжете. Оформление кредитных каникул, социального паспорта, помощь с родоустройством и оплатой услуг ЖКХ, консультации по получению материальной помощи и льготам. Это только малая часть вопросов, с которыми пришли в администрацию Ленинского района родственники тех, кто мобилизовался. Мы понимаем, что эта работа у нас не на один день. Мы готовы семьи патронировать на постоянной основе. Они остались без мужского надежного плеча. И вот это плечо должны подставить мы. Все общество должно консолидироваться для того, чтобы реально облегчить жизнь в этих семьях. Сейчас родные и близкие военнослужащих испытывают стресс. Многим требуется психологическая помощь. Глава района предложила участникам встречи объединиться. Создать общий чат в социальной сети, чтобы сообща решать все возникающие вопросы. Когда есть такая поддержка и человек, то есть идет администрация к тебе навстречу, это очень важно. То есть ты не одна в этой ситуации. И получается, ты понимаешь, что тебя кто-то поддерживает, и все с тобой будет хорошо. То есть муж вернется, ну и тут решатся кое-какие проблемы. Это очень здорово, это обязательно надо, я считаю, даже по всем районам Самарской области. Подобные консультационные встречи с родственниками военнослужащих в регионе проводятся регулярно во всех внутригородских районах Самары. За семьями мобилизованных закреплены специалисты от районной администрации, которые всегда на связи, готовы помочь и поддержать. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Самарского сердца хватит на всех. Представители Народного фронта встретились с жительницей поселка Рощинский, которые своими руками вяжут шерстяные носки для мобилизованных. О том, какую поддержку и помощь оказывают самарцы, расскажет Александра Гусева. Татьяна Владимировна Шик встречается с представителями Народного фронта уже не впервые. Жительницы Рощинского регулярно привозят в пункт сбора гуманитарную помощь, который изготавливает собственноручно. В преддверии зимы Татьяна Владимировна решила связать шерстяные носки для российских солдат и жителей Донбасса. Пошла к подруге по интернету, нашли номер телефона Народного фронта, связалась с ребятами. Все, вот они приехали, забрали. У меня дома еще пряжи есть, я еще буду вязать. На этот раз Татьяна Владимировна привезла с собой 32 пары вязаных носков. На изготовление одной пары уходит день. По словам женщины, сделать что-то своими собственными руками для блага других – это высшая степень проявления заботы и поддержки. Многие жители и организации города принимают активное участие в проекте «Все для победы», который запустил Народный фронт. Каждый помогает тем, чем может, что еще раз доказывает – самарцы – люди с большим сердцем. Большое значение на сегодняшний момент имеет то, что проект перерос уже не просто как в пункт сбора, а включение людей в общее дело. То есть сегодняшний пример – это когда человек своим участием, своими руками стремится помочь. На интернет-портале проект Народного фронта «Все для победы» можно найти всю информацию, связанную с гуманитарной помощью, в том числе и перечень необходимых вещей и продуктов, контактные номера и адреса пунктов сбора. Всю информацию можно также узнать по телефону 242-01-42. Александра Гусева, Василий Калдашов. События. Далее коротко о других темах дня. Размер прожиточного минимума в 2024 году по предварительным данным может составить 15 049 рублей. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. По его словам, в 2023 году размер прожиточного минимума в России составит 14 375 рублей. Показатель рассчитан с учетом повышения на 13,6% с 1 июня. С предложением о повышении прожиточного минимума на душу населения в России выступил Кабинет министров. Соответствующее предложение было направлено на рассмотрение в Госдуму. Банки заявили о падении на 25% спроса на кредиты у россиян. Об этом рассказали в нескольких кредитных учреждениях. Такие показатели были зафиксированы в период с конца сентября и в октябре. Тенденция нетипична для этого периода. Обычно с осени и до конца года количество заявок на кредиты, наоборот, растет. Эксперты считают, что это реакция пользователей на геополитические события. В таких ситуациях люди чаще предпочитают копить финансовую подушку и откладывать крупные покупки, для которых рассматривают оформление займа. Минцифра России запустила сервис Европротокол Онлайн в мобильном приложении Госуслуги Авто. С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Чтобы оформить электронный Европротокол, необходимо указать информацию о транспортном средстве и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия, указать информацию о разногласиях и повреждениях транспортных средств. Достаточно, чтобы Госуслуги Авто было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылки. Для оформления электронного Европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств. На страже общественной безопасности в Самаре на площади Куйбышева прошел гарнизонный смотр нарядов сил и средств, задействованных в обеспечении охраны порядка в городе. Полицейские провели показательные выступления по задержанию, обезвреживанию и конвоированию преступников, а также промаршировали по площади в сопровождении служебного транспорта. Подробности у Андрея Горгуленко. Окружение и захват. Самарские инспекторы ГИБДД показывают задержание условного преступника за рулем автомобиля. Еще одного условного нарушителя задерживают кинологи, демонстрируя навыки конвоирования злоумышленника. А бойцы спецназа отрабатывают приемы обезвреживания вооруженных преступников. Все это часть гарнизонного смотра и совместного инструктажа нарядов сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности на территории города. Тех, кто справляется с этой задачей на отлично, наградили почетными грамотами. За время службы много всего было. Раскрывали разные преступления. Это были и квартирные кражи, грабежи, разбои. Ну, как говорится, работаем по горячим следам. Это одна из таких служб, патрульно-постовая, когда мы первые приходим на такие преступления. В завершении смотра расчеты маршем прошли по площади Куйбышева. В шествии приняли участие не только сотрудники ДПС и ППС, кинологи и росгвардейцы, но и народные дружинники и специалисты частных охранных предприятий, которые помогают обеспечивать безопасность в городе. Колонны прошли в сопровождении служебного транспорта. За счет работы из ДНД, с ЧОПами, с привлечением граждан, мы, надеясь, перекроем все квадраты, чтобы жители города Самары были уверены в своей безопасности. После марша правоохранители отправились на дежурство и свои боевые посты, чтобы продолжать исполнять свои обязанности на благо города. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. В Самаре прошло заседание седьмого созыва молодежного парламента, где молодые люди обсудили результаты работы за полгода и выдвинули несколько инициатив для регионального законодательства. В заседании принял участие и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Подробности в следующем материале. В областном парламенте состоялось второе заседание молодежного парламента, в котором приняли участие депутаты губернской думы. Спикер Геннадий Котельников поприветствовал ребят и подчеркнул значимость голоса молодежи, важность их активного участия в общественно-политической жизни. Проблем и задач очень много, их надо решать, но для этого надо думать и работать с молодежью. Если мы с ними работать не будем, можем получить плохой очень эффект. Молодые парламентарии ведут активную общественную работу, реализуют социальные проекты и разрабатывают законотворческие инициативы. Две из них подробно обсудили на заседании. Они касаются запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним и закрепления стандартов экологического образования. Очень важно, чтобы молодые парламентарии осознавали то, что не могут изменять закон, улучшать жизнь молодых людей Самарской области, и чтобы этим правом они пользовались. Также в ходе заседания обсудили реализацию международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», подготовку и проведение проекта «Знамя нашей победы». Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 20 октября 1973 года в Куйбышеве открылся дом актера. В здании Навилоновской, 22, разместились правление и библиотека Куйбышевского отделения Всероссийского театрального общества. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской» в рубрике «Этот день в истории». Глава Самарского района Роман Радюков встретился с победителями городской спартакиады среди инвалидов. В этом году спортсмены от общества инвалидов Самарского района заняли первое место. Телеграм-канал администрации района поздравляет сильных духом людей. «Они действительно умеют радоваться жизни, любят и ценят родных и близких, не пасуют перед препятствиями и добиваются новых побед», пишут авторы канала. В Самаре для отдельных категорий граждан действует услуга «Социальное такси». В рамках данной услуги осуществляется перевозка маломобильных граждан к социально значимым объектам общественного значения с помощью специализированных легковых автомобилей. «Оформить заявку можно по телефону 250-03-50», информирует телеграм-канал Октябрьского района. Ежегодно 20 октября в России отмечается День военного связиста. В этом году праздник проходит 17-й раз. Событие берет начало в советские времена. 20 октября 1919 года были созданы войска связи, которые получили статус специальных. Военная связь – это ежедневный непростой труд, постоянная работа с использованием новейшего оборудования и методов передачи данных. От вовремя переданной информации зачастую зависят людские судьбы и исторические события. Телеграм-канал администрации железнодорожного района Самары поздравляет с праздником всех причастных. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, есть ли у них накопление в банке. 43% респондентов ответили, что нет, потому что они не доверяют банкам. 23% сообщили, что имеют краткосрочный вклад, чтобы накопить на определенную покупку. А 14% ответили, что есть несколько вкладов, с которых получают доход. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС на наших страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok